Цифровую несправедливость Мирненского региона устранят. Высокоскоростной интернет вскоре получат жители удачного Эхала. Связисты обещают вопрос решиться в ближайшие недели. А до конца этого года оптоволоконный кабель проложат и в алмазный Сарылах. Все подробности в следующем сюжете. Воздушные линии электропередачи. До недавнего времени они служили только энергетике района. Но в прошлом году все изменилось. В 2016 году в Западную Якутию по этим линиям пришел быстрый интернет. Первым подключился город Мирный. А в ближайшее время быстрый интернет придет в поселок Эйхал и Удачный. Связисты уже дотянули оптическое волокно до населенных пунктов. Остается решить инженерные и юридические вопросы. В этом году улучшение качества связи почувствуют абоненты только одного провайдера. Операторы мобильной связи подключат своих абонентов к быстрому интернету в следующем году. Строительство волоконно-оптической линии связи стало возможным благодаря тройственному соглашению между Мирненским районом, Милюйской ГЭС-3 и компанией «Опти-Телеком». С помощью него к новой линии связи подключатся поселок Чернышевский и Светлый. В настоящий момент в рамках обеспечения жителей Мирненского района услугами интернет, улучшением качества, устранением неравенства цифрового, администрация района заключила соглашение тройственное между «Опти-Телеком» основной организацией, которая занимается инвестированием и строительством, вводом в эксплуатацию линий волоконно-оптических линий электропередач на территории Мирненского района. Значит, между «Опти-Телекомом», «Вилюйской ГЭС» и администрацией района. В марте месяце линии введены в эксплуатацию. После Айхала и Удачного интернет придет в поселок Алмазный и Орлах. Специалисты подготовили несколько проектов по подключению. Осталось только решить, кто будет платить за новую линию связи. Алмазный, скорее всего, в этом году начнут строить либо «Опти-Телеком» совместно с «Ростелекомом», либо «Ростелеком» в одиночку пойдет строить на Алмазный и на Орлах. Мы думаем, это случится где-то в сентябре, в октябре. Или всего в октябре. Там 40 километров построить, думаю, за месяц там здесь буду достроить. Чтобы туда построиться, нужно много денег. А оккупаться будет очень долгое время. Помимо проекта «Ростелекома» и «Опти-Телекома» подключения Алмазного и Орлаха заинтересована компания «Саха телекоммуникаций». Подрядчик планирует положить оптоволокно подземным способом. Кабель протянут под землей вдоль воздушных линий электропередачи. После Алмазного и Орлаха связисты намерены подключить Верхний Вилюск и создать резервный канал связи «Мирный Якутск». Злата Курбанова, Григорий Евтоди, Тимур Ширыжик, телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова